Итак, возвращаясь к нашим экономическим оценкам, мы провели фармакоэкономическое исследование, которое, собственно говоря, и ставило для себя задачу оценить вот те последние данные, о которых уже говорил Алексей Георгиевич, клинических, которые были получены и опубликованы в 2015 году, и оценить их с экономической точки зрения. Для этого была построена модель. Мы также попросили любезно Алексея Георгиевича поучаствовать в создании этой модели с точки зрения научной консультации. И большое ему за это отдельное спасибо. Итак, что, собственно говоря, мы сравнивали и с чем мы сравнивали? Сравнивали адъювантные назначения Деносумаба. В данном случае речь шла о проле с отсутствием профилактики, то есть с той ветвью, которую мы видели в исследовании, называлась как плацебо. А при этом была выбрана подгруппа пациенток, я обращаю ваше внимание, с наибольшей эффективностью назначения Деносумаба, а именно пациентки с опухолью больше двух сантиметров. Конкретно в этой подгруппе была достигнута разница в безрецидивной выживаемости в 11% на седьмой год наблюдения. Была построена так называемая фармакоэкономическая модель, где мы наблюдали этих пациенток условно в течение 7 лет, назначали им в данном клиническом исследовании изначально ингибиторы ароматаза, без уточнения какие. При развитии рецидива мы их переводили на другую терапию, и вот тут нам уже Алексей Георгиевич помог в данном случае смоделировать терапию пациенток после прогрессирования при назначении ингибиторов ароматаза, что с ним дальше получало. Эти данные легли в основу экономической модели, на основе этих данных мы посчитали затраты на ведение пациенток. Затраты в данном случае у нас складывались из прямих медицинских затрат на профилактику костных осложнений. В данном случае это была опроле. И затраты на сами костные осложнения. Соответственно, сравнивались общие затраты, которые мы наблюдали в группе ингибиторов ароматазы и которые получали от дьювантной дыносума, в данном случае проле, и в группе с отсутствием таковой профилактики. Мы можем видеть, что затраты на терапию в данном случае различались незначительно. Если смотреть общие суммарные затраты, это было порядка 90 тысяч рублей. При этом мы видим сокращение затрат на лечение переломов, как одного из самых грозных костных осложнений, в два раза практически. Применительно к фармакоэкономическому анализу затраты и эффективность с нами были получены следующие данные, что адювантное назначение пролей в группе пациентов с опухолью больше 2 см дает нам прирост в эффективности по безрецидивной выживаемости в 0,74 года. Что в принципе достаточно очень интересные данные для поддерживающей терапии и для препарата по профилактике костных осложнений. То есть мы не говорим здесь о химиотерапевтическом препарате и при этом получаем такую разницу в эффективности. А при этом разница в затратах у нас составила порядка 93 тысяч рублей, но эти затраты они наблюдают в течение 7 лет. То есть в данном случае за один год мы дополнительно тратим порядка 13 тысяч рублей как на профилактику костных осложнений, так как оказалось на увеличение безрецидивной выживаемости. Поэтому мы, конечно, рассчитали коэффициенты затраты и эффективность, и инкрементальные затраты. То есть посмотрели, сколько будет стоить один дополнительно продленный год жизни пациента при применении адювантно-проли. И получили, что это порядка 127 тысяч рублей. То есть за тот самый продленный год жизни. Если сравнить с предполагаемым порогом готовности платить для Российской Федерации, который по разным данным около полутора миллионов рублей, можно видеть, что с десятикратным, даже более запасом укладывается этот порог. И однозначно можно считать, что у данной группы пациенток, не у всех, я подчеркиваю, а именно у данной, с размером опухоли более 2 см, однозначно применение проли позволяет снизить затраты как на костные осложнения, увеличить выживаемость до прогрессирования и однозначно является экономически оправданным. На этом, в общем, благодарю за внимание и готов на любые вопросы ответить. Можно сразу вопрос? Да, конечно. Да, выбор у нас в этом заключается. Мы же не выбираем плацубу или... Ну, вы знаете, с одной стороны да, но с другой стороны иногда же все-таки отсутствует профилактика. Да, и тоже иногда интересно посмотреть. Поэтому, проводя этот анализ, вот этот вопрос, он совершенно не освещен. Я хотел бы тоже это откомментировать. Вы понимаете, действительно, мы бы тоже хотели бы видеть ту ситуацию, когда мы как фармакоэкономисты можем просчитать все варианты терапии. С плацебо, с заледроновой, с кладронатом, с помидронатом. Но, к сожалению, понимаете, иногда не удается посмотреть все виды терапии. Поэтому вот появляются какие-то интересные данные последние. Мы участвуем в принятии, так сказать, каких-то построений экономических моделей. Но, к сожалению, действительно, с заледроновой кислотой у нас не было возможности провести сравнение. Но, наверное, это не снижает актуальности, так сказать, сравнения с отсутствием профилактики. Можно я небольшую ремарку насчет заледроновой кислоты? Дело в том, что сейчас нам придется сравнивать, если говорить о клинической практике, не заледроновую кислоту и деносумаб, а деносумаб и плацебо. По одной простой причине, что все мы здесь работаем в Российской Федерации по регистрационным удостоверениям Минздрава. Если вы возьмете регистрационное удостоверение на деносумаб, там написана профилактика с ингибиторами ароматазы. А если вы возьмете регистрационное удостоверение заледроновой кислоты, там этого пункта физически не существует на сегодняшний момент. Конечно, может быть, компания подаст там в Минздрав, но сейчас таких показаний у заледроновой кислоты нет. И мы поэтому считаем, что мы можем или использовать плацебо, либо мы можем использовать деносумаб с такой вот эффективностью. Еще комментарий. Дело все в том, что, как вы видите, я показывал, применение бисосфонатов дает выживаемость 3% за 10 лет без прогрессии. А применение деносумаба через 36 месяцев, то есть через 3 года, показало 50% уменьшение патологических переломов. То есть, что бисосфонаты не показали. Это не прямое было сравнение. Это не прямое сравнение. Но там же бисосфонаты тоже сравнивались с плацебо в этом исследовании, в другом. Я согласен, что мы можем пытаться экстраполировать, но все-таки прямого сравнения, насколько мне известно, вообще не было. Не было. Раз не было прямого сравнения, то мы не можем провести фармакоэкономический анализ. Это скорее вопрос не к Ивану Сергеевичу, а к компании, в том числе компании Амджен, планируется ли такое исследование? Если планируется, то когда… Может быть, вот Михаил… Если нет показания, то такое исследование невозможно. Нет, на российском рынке невозможно, а на мировом… Об этих планах мне пока неизвестно. Не доложили, да? Пока нет. Спасибо. Еще есть какие-то вопросы, уважаемые коллеги? Если вопросов нет, тогда позвольте мне поблагодарить Ивана Сергеевича и сказать пару завершающих слов. Мы привыкли к тому, что поддерживающая терапия, она позволяет провести необходимое лечение, позволяет улучшить качество жизни, но вот последние данные показывают, что те препараты, которые изначально создавались для, казалось бы, таких симптоматических целей, они начинают выходить на новый уровень и проявляют себя не только как препараты, улучшающие качество жизни, но и как препараты, увеличивающие продолжительность жизни. И это такой очень, мне кажется, важный, интересный переход лекарственного средства из группы профилактического в группу лечебного. И я очень надеюсь, что, несмотря на все эти сложности, которые сейчас объективно существуют с лекарственным обеспечением, мы, тем не менее, мы, я имею в виду страна наша, российская, найдет ресурс для того, чтобы максимально влиять на продолжительность жизни наших пациенток, в том числе используя препараты Доносумаб. Если у вас никаких больше мнений, вопросов и пожеланий нет, то позвольте завершить наш ланч-симпозиум компании Amgen и поблагодарить вас всех за внимание и присутствие. Спасибо большое. Спасибо.